Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Готовность подразделения Федеральной и Региональной служб спасения в Ненецком округе находится на высоком уровне. Об этом сказал заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владлен Аксенов. Минувшие выходные с рабочим визитом он посетил Наринмар. Помимо осмотра оснащенности региональных спасательных служб, Владлен Аксенов принял участие в торжественном мероприятии к 85-летию гражданской обороны. Повод для торжественного выноса знамени МЧС России по Ненецкому округу весомый. В Наринмар с рабочим визитом прибыл замминистра МЧС России Владлен Аксенов. В год 85-летия создания системы гражданской обороны России он обратился к тем, кто выбрал своей профессией защищать население родной страны. Сегодня действительно гражданская оборона – это мощная система, включающая огромный материальный, технический, а также человеческий потенциал, который направлен на обеспечение безопасности государства и его граждан, опасности, возникающих при военных конфликтах и от угроз природного и техногенного характера. Этот год – юбилейный для сил гражданской обороны, для всей нашей страны. Своё 85-летие отмечает система, ставшая одним из гарантов безопасности государства. По традиции в юбилейные даты вручают награды за многолетнее безупречное служение, заслуги и личный вклад в развитие системы гражданской обороны Владлен Аксенов вручил окружным спасателям памятные медали «85 лет гражданской обороне». Также замминистра вручил медали за пропаганду спасательного дела. Всего по случаю юбилейной даты награды получили 15 окружных спасателей. Как отметил висогубернатор Нинецкого округа Сергей Боенко, сегодня все мероприятия ведомств направлены на спасение жизни и здоровья граждан. В этой профессии не остаются люди, чувствуя различные, за то, что в течение службы весь свой опыт, знания, силы использовали максимально для достижения поставленных перед вами заданий. В каких условиях работают спасатели, замминистра увидел в ходе посещения Арктического спасательного центра и поисково-спасательной службы, снаряжение для водолазных работ, серверная, комната для физических занятий, диспетчерский центр и учебный класс. В нем будут обучаться специалисты и руководители дежурно-диспетчерских служб региона. В ноябре такие курсы пройдут 11 человек. Установлен еще программный комплекс имитации различных сигналов с датчиков. Возможность программирования 6 датчиков. Там, например, пожарные сигнализации, датчик разбилось окно. Показали спасатели и технику высокой проходимости. В частности, заместитель министра посетил пункт подвижного управления, созданный на базе автомобиля «КамАЗ». По итогам визита в Ненецкий округ Владлен Аксенов отметил, готовность подразделений федеральной и региональной служб спасения находится на высоком уровне.